Доброе утро, Ульяновск! Привет тебе, горячо любимая Ульяновская область! Новую рабочую неделю начинаем вместе на телеканалах Репортер 73 и ОТР. На календаре 5 июня предлагаю заглянуть в календарь истории. Итак, 1706 год. В Москве открыт военный госпиталь. Ныне это главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. В 1727 состоялась торжественная церемония помолвки 12-летнего императора Петра II с 16-летней Марией Меньшиковой, дочерью светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова. 1783 год. Предприниматели и изобретатели братья Жозеф и Этьен Монгольфье на рыночной площади маленького французского городка Аннана впервые публично испытали аэростат. Воздушный шар с оболочкой из холста и веревочной сетки поднялся на высоту 1800 метров, но экипажа в нем не было. А в 1744 в Петербурге основана порцелиновая мануфактура, первая в России и одной из старейших в Европе фарфоровых производств. 5 июня 1869 года заложен первый в мире брустверно-башенный корабль, броненосец-крейсер, он же Петр Великий. На Адмиралтейском заводе спроектирован адмиралом Поповым и оставался на службе до 1970-х годов. В 1881 основано Русское хирургическое общество имени Пирогова. В 1929 Совет труда и обороны принял постановление о повсеместной организации машинно-тракторных станций. В 1954 открылся Московский театр эстрады. А в 1999 сборная России по футболу одержала сенсационную победу над чемпионами мира сборной Франции на стадионе Стадо-де-Франс в Сен-Дени со счетом 3-2. Газета «Спортэкспресс» предложила считать этот день днем российского футбола. В других же газетах эту победу назвали «Приветом потомком Дантеса от потомков Пушкина». А вот «Утренний привет» в нашей студии в виде чудесных цветочных композиций традиционно передает партнер программы сеть цветочных салонов «Нимфа-73». Этим утром для вас работает Алёна Никитова и Владимир Гаврилов. Поехали. Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион и начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер-73» и «ОТР». И еще. У вас уже не болит голова. Утро. Время завтрака. Может быть, кто-то прямо сейчас делает бутерброд. И вот вам информация от врачей. Диетологи посоветовали съедать в день не более двух-трех кусков хлеба. Но это при отсутствии противопоказаний. Если у человека имеется сахарный диабет или лишний вес, то лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки. Потому что в таком хлебе содержатся быстрые углеводы. Если же присутствуют заболевания желудочно-кишечного тракта, лучше отказаться от ржаного хлеба. У зернового практически не имеется противопоказаний. В нем содержатся растворимые пищевые волокна, стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта. Быстрые углеводы могут стать причиной диабета и неприятного вздутия желота. Самое время передать слово нашим экспертам из рубрики «ЗОЖ». Всем доброго утра! Меня зовут Светлана. Я преподаватель хатха-йоги. И сейчас мы с вами выполним небольшой утренний разминочный комплекс, который доступен абсолютно всем. Он несложный, но заряд бодрости и хорошего настроения вы получите на весь день. Что мы с вами делаем вначале? Разогреваем ладони. Разогрели. Греем, греем, греем до очень горячего состояния. Положили их на лицо. Согрели. Хорошо. Возвращаемся. Опять греем, греем, греем ладони. Закрыли уши. Закрыли глаза. Хорошо. Возвращаемся. Утро. Встали рано утром. Конечно же, естественное желание тела – это потянуться. Поэтому мы с вами тянемся. Поднимаем руки вверх. Потянулись, потянулись, потянулись. Расслабились. Глубоко выдохнули. Глубокий вдох. Потянулись, потянулись, потянулись. Расслабились. И еще раз. Потянулись, потянулись, потянулись. Расслабились. Запинчательно. Отводим руки в стороны. Отталкиваемся руками от воображаемой стены. Лопатки подтянули вместе. Отстроили положение тела. Поднимаем ногу и начинаем медленно крутить стопой. Не быстро, не резко. В удобном, комфортном положении. Хорошо. Поставили. Другая нога. Держим баланс. Поднимаем ногу и начинаем медленно прокручивать стопой. Не забываем стягивать лопатки. Держим баланс. Хорошо. Замечательно. Ставим ноги на ширине плеч. Можно чуть-чуть пошире. Откорректировали положение стопы. Выкрутили под углом 45 градусов. Чуть-чуть присели. Облокотились руками выше линии колен. Сделали упор. И мягко вытягивая спину, Мягко давим ладонями на линию чуть выше колена. Стараемся уйти в неглубокий присед. Тянем, тянем, тянем. Хорошо. Медленно возвращаемся. Встаем в исходное. Упражнение для шеи. Снимаем напряжение с шеи. Делаем движение, Как будто бы носом хотим Кого-то клюнуть. Обратите внимание. Вперед потянулись. Назад потянулись. Вперед потянулись. Назад потянулись. Точка возврата, Когда вы подбородком касаетесь Межключичной ямки. Вперед потянулись. Назад потянулись. И обратно все то же самое, Как черепашка из панциря. Выныриваем. Небыстро. Нерезко. Мягко. Снимаем напряжение с шеи. Хорошо. Возвращаемся в исходное. И просто стоим. И медленно начинаем раскручивать Тазобедренные суставы. Поясница. Крестец. Небыстро. Нерезко. Очень мягко. В одну сторону. В другую. Хорошо. Прокрутили восьмерочкой. Сделали мягкую-мягкую восьмерочку. Хорошо. Промяли поясницу. Раскрутили позвоночный столб. Чудесно. И продолжаем наши приятные потягушки. Что мы делаем? Ноги на ширине тазобедренных суставов. Мягко потянулись вверх. Шею не заламываем. Только руки. Отслеживаем положение тела. Хорошо. Выдох. Вернулись. И еще раз. Потянулись. Потянулись. Выдох. Вернулись. Замечательно. И еще раз. Потянулись. Потянулись. Вверх. Выдох. Вернулись. Зацепили руки в замок. И все то же самое. Стоим ровно. Делаем вдох. Отвели плечи назад. И мягко тянемся. Замок тянется к коврику. Тянем, 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 тянем. Грудью тянемся вверх. Лопатки стараемся соединить вместе. Выдох. Вернулись. Еще раз. Вдох. Потянулись, потянулись, потянулись. Грудью тянемся вверх. Соединяем лопатки. Выдох. Вернулись. Хорошо. Поменяли замок. Зацепили руки таким образом, чтобы теперь у вас другой большой палец был ближе к спине. Обратите внимание. Был один палец, теперь другой палец. Вдох. Потянулись, потянулись, потянулись. Замок тянем к коврику. Выдох. Вернулись. И еще раз. Вдох. Потянулись, потянулись, потянулись. Выдох. Вернулись. Очень хорошо. И продолжая наш разминочный комплекс, предлагаю вам выполнить поклон солнцу. Сурья. Намаскар. Будем делать не быстро, чтобы у вас была возможность отследить и прочувствовать каждое движение. Что мы с вами делаем? Исходное положение тадасана. Поза горы. Сложили руки в намасте. И делаем вдох. И делаем вдох. Прогиб. Выдох. Наклон. Втянули живот. Наклон идет за счет проворота тазобедренного сустава. Вдох. Правая нога. Шаг. Выдох. Колени, грудь, подбородок. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Отталкиваемся руками. Собака мордой вниз. Вытянулись. Вдох. Левая нога. Шаг. Выдох. Наклон. Вдох. Прогиб. Выдох. Наклон. Вдох. Левая нога. Шаг. Выдох. Колени, грудь, подбородок. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. Правая нога. Шаг. Выдох. Наклон. Вдох. Прогиб. Выдох. Руки в намасте. И еще раз. Вдох. Прогиб. Выдох. Наклон. Втянули живот. Вдох. Правая нога. Шаг. Зафиксировали себя. Колено стоит на коврике. Выдох. Колени, грудь, подбородок. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. Левая нога. Шаг. Выдох. Наклон. Вдох. Прогиб. Выдох. Наклон. Вдох. Левая нога. Шаг. Выдох. Колени, грудь, подбородок. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. Правая нога. Шаг. Выдох. Наклон. Вдох. Прогиб. Выдох. Руки в намасте. Количество раз выполняем сурья намаскар. Если вам удобно, комфортно и все получается, вы можете увеличить от двух до пяти раз. Дорогие друзья, на этом мы закончили нашу утреннюю разминочку. Заряд и бодрости на целый день вы получили. Приглашаю вас во Владимирский парк каждую субботу в 10 часов утра. Приходите, скучно точно не будет. Сезон летних отпусков стартовал. И тут же специалисты дали свои рекомендации. Оптимальный отпуск длится 21 или 28 дней. Психотерапевты отмечают, что меньшее количество дней не способны обеспечить полноценный отдых, как и человек не успевает переключиться на расслабление, а затем плавно вернуться к работе. Также, по словам специалистов, отпуск нужно планировать заранее, чтобы избежать стресса, связанного с покупкой билетов и выбором отеля. Ведь отдыха зависит от того, какой деятельностью занимается человек. Если человек занимается физическим трудом, ему нужно дать себе возможность спокойного размеренного отдыха. Просто полежать, выспаться. Если же человек занят умственным трудом и испытывает постоянный стресс на работе, то ему желательно переключиться на активный отдых. Вот так говорят специалисты. Отпуск в 28 дней нам может только сниться. Алена, не время грустить, а время передать слово нашему эксперту. Доброе утро! С вами педагог-психолог Николаева Ирина. Сегодня поговорим про лето. Каникулы – это время долгожданного отдыха или возможность позаниматься? Больной вопрос для всех родителей. И еще более актуален для бабушек и дедушек, которые, конечно, считают, что обязательно нужно заниматься. А у кого-то противоположное свое сильное мнение, что нужно дать ребенку возможность отдохнуть, набраться силы и здоровья. Так как же поступить? Здесь нужно смотреть на ребенка. Некоторым детям нужно заниматься. Да, им очень сложно дается учеба. Им нужно позаниматься с родителями, с репетиторами. Нужно. Но здесь распределите время. Во-первых, все-таки это время отдыха. Отдыхать нужно обязательно. Дайте отдохнуть и первые две недели каникул, и две-три недели перед учебным годом. В августе дайте ребенку возможность отдохнуть. Середину лета – да, вы можете запланировать какие-то обучающие занятия. Но смотрите на нагрузку ребенка. Если это репетиторы, то, наверное, два-три раза в неделю, не пять-шесть дней, не чаще. Смотрите на ребенка, когда ему удобно заниматься. Скорее всего, утром он более продуктивен, более активен. Вы подстраиваетесь под ребенка, не под расписание репетитора. Под своего ребенка, под ваши возможности вы ищете специалиста. Спросите у ребенка, хочет ли он. Потому что если к нему просто так будет ходить репетитор, вы будете платить деньги, а он будет смотреть на небо. Это смысл. Договоритесь с ребенком, настроите его на то, что ему нужно получить результат. То же самое вы должны обговорить с репетитором, что вы не занимаетесь полгода, а вам нужно за месяц получить определенный результат. Ребенок должен знать или уметь что-то решать, или как-то там говорить на иностранном языке. Обсудите. Актуальный вопрос для всех. Заставлять ребенка читать летом или не заставлять? И как его замотивировать? Сколько он должен прочитать? Может ли родитель почитать? Да, вот здесь давайте тоже об этом поговорим более подробно. Конечно, ребенок должен летом читать. Для того, чтобы уметь и любить читать, здесь вы ему должны помочь подобрать те книги, которые ему будет читать интересно. Скорее всего, это будут детективы или фантастика, или, возможно, даже комиксы. Выберите то, что он будет читать с интересом каждый день. Да, конечно, есть обязательное внеклассное чтение по программе. Эти книги вы можете читать сами. Можно что-то послушать в аудиоформате. Ребенок тоже может их сам прочитать. Можно распределить, в какой месяц, на какой неделе, сколько он должен прочитать. Но это должно быть ребенку несложно. Важно, чтобы ему было интересно читать. Особое внимание уделите отдыху ребенку. Потому что лето, каникулы – это время общения. С кем будет дружить? С кем будет общаться ваш ребенок? Он будет дома сидеть целыми днями в телефоне? Он будет ездить на велосипеде с друзьями? Он будет на даче скучать, как бы читая книжки? С кем будет общаться ребенок? Какие у него останутся впечатления, воспоминания? Скорее всего, вы хотите организовать здоровье ребенка, чтобы была возможность сходить на речку, выехать куда-то за город, возможно отдохнуть в детском лагере. Это тоже нужно запланировать и включить в план детского отдыха. Где у вас репетитор, где у вас отдых за городом, где его ежедневный ритм жизни. Очень важно проговорить с ребенком и его режим дня. Во сколько он встает, когда он читает, когда он гуляет, когда он общается с друзьями, когда у него есть какие-то, возможно, занятия спортом или творческие уроки он посещает. Когда ребенок сможет посидеть в телефоне, когда у него будет личное время. Потому что не нужно оставлять все на волю детей. Скорее всего, он будет с утра до ночи сидеть в телефоне, а вы будете расстраиваться. Помогите ребенку провести великолепное, веселое, интересное, запоминающее лето. С вами был психолог Николаева Ирина. Я желаю вам хорошего дня и прекрасного лета. Ульяновская область продолжает работу по наращиванию экспортных поставок в дружественные страны. Предприниматели проверили ряд переговоров и заключили соглашение о сотрудничестве с иностранным партнером на площадке международного форума «Россия. Исламский мир. Казань форум». Так, одна из местных производственных компаний заключила меморандум о поставках удобрений и кормовых добавок в Узбекистан. Планируется экспортировать порядка 500 тонн в месяц. Всего на стендах выставки была представлена продукция 12 производителей. Интерес к товарам проявили закупщики из Ирана, Ирака, Узбекистана, Сенегала, Индонезии, а также Турции. Производители пищевой продукции провели переговоры с иностранными бизнес-делегациями из Китайской Народной Республики, Туркменистана, Узбекистана и крупных российских торговых сетей. В поставках продукции нефтепереработки заинтересованы представители Алжира и Ирака. В дальнейшем компании планируют отправлять пробные партии товара и выходить на заключение экспортных контрактов. Сегодня активно продвигается новый логистический проект Ульяновской области Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив. Его запуск стал возможен благодаря реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». На сегодня пробированы пилотные поставки по маршруту, организованы торговые дома, ведутся переговоры с рядом регионов для формирования сборных грузов. Рубрика о главном продолжит утренний эфир. Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас сегодня здесь, в этом малом, но уютном городе Ново-Ульяновск. Сегодня мы собрались здесь для участия во втором этапе конкурса профессионального мастерства среди сотрудников невестной охраны групп задержания Росгвардии на звание лучшей по профессии. За это звание предстояло сразиться 20 сотрудникам, представившим 10 филиалов подразделения. Их задача – справиться со всеми испытаниями. Задача конкурса – держать участников в тонусе. Готовым необходимо быть к любому заданию. И это – начало испытаний. От участников требовалось продемонстрировать не только физподготовку, которая, несомненно, в героической профессии важна, но и владение боевыми приемами. «Полнить освобождение от обхвата туловища сзади с обхватом рук. Приготовились. Прием! Рук за голову! Слева ноги шагма!» Следующая часть программы – сигнал тревога. По легенде, группа злоумышленников захватила охраняемый объект. Бойцам необходимо за три минуты отработать территорию, блокировать все выходы и возможные пути отхода. И задержать преступников. Руки за спину, наручники. Снег, 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 снег! Наручники, наручники, досматриваем. Также в зачет шли результаты огневой подготовки, навыки оказания медпомощи и знания нормативно-правовой базы. «Главная задача конкурса – это проверка и оценка профессиональных качеств и умений действовать в экстремальных ситуациях. Проведение данного конкурса позволяет не только оценить уровень подготовки сотрудников, но и способствует его повышению, дает хорошую возможность участникам обменяться опытом, а также позволяет совершенствовать профессиональные навыки и умения». Самый высокий результат показал экипаж Димитровградского отдела вневедомственной охраны. К этой победе росгвардейцы шли упорно на протяжении нескольких лет. «Прежде всего, профессиональные навыки у нас отрабатываются в нашей повседневной служебной деятельности на занятиях по огневой, служебной и правовой подготовке». Вторую ступень пьедестала заняла команда Ульяновского управления вневедомственной охраны. Третье место – у Сенгелеевского отдела. Впрочем, это результаты конкурса. На службе все участники и их сослуживцы ежедневно подтверждают право называться лучшим по профессии. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». СВО, социалка и нацпроекты – три кита, по которым сегодня оценивается практически любой регион России. По всем показателям, минувший год Ульяновская область прошла достойно, несмотря на экономические и политические потрясения в сотрясавший мир. Все это подробно в отчете губернатора. Есть хорошая поговорка «Глаза боятся, а руки делают». Нам удалось достойно пройти 2022 год, сохранить экономическую и социальную стабильность, найти ответы на вызовы времени, приобрести новый опыт, сохранить поддержку и доверие жителей области. Наступает время конструктивного, командного и результативного действия, отметил губернатор. В частности, Алексей Русских выделил сферу привлечения инвестиций. В нашей ситуации больше внутренних, чем внешних. У нас в 2020 году было порядка 80 миллиардов привлечено, то, начиная как раз с 2021-2022 год, там уже сумма переваливает за 105 миллиардов. Но это достаточно серьезная сумма, которая является одним из главных показателей. Межрегиональная кооперация для Ульяновской области была и остается приоритетом и основной задачей бизнес-миссии в соседние субъекты. За год таким образом удалось заключить контракты на сумму более миллиарда рублей. За примером далеко ходить не нужно. Нижегородская область сосед по федеральному округу, крупный промышленный партнер. Предприятия Нижегородской области заинтересованы в сотрудничестве с коллегами из Ульяновской области и не только в сфере фонобилестроения, это еще и радиостроение, металлообработка, инфекциональное производство, производство сфотографического оборудования и других. В составе Ульяновской делегации работали представители 24 промпредприятий, которые на площадках нижегородских компаний своими глазами оценили потенциальное направление сотрудничества. Инжиниринг и металлообработка, поставка оборудования, инструменты, композитные материалы, электрооборудование. Это не полный перечень компетенций, которые наша страна готова предложить соседям. Уже сейчас регионы имеют выстроенные цепочки. Задача – количество совместных проектов нарастить. Мы можем посвященчать логинстики нами организованных маршрутов из Китая. контейнер, прямой контейнер. То есть находит он за две с половиной недели до Ульяновска. У вас опыт, наверное, самый большой привоз по федеральным округам. Да, но это как раз и отличает Ульяновску от того, что ездите по региону, привозите бизнес и на самом деле это дает хороший результат в плане кооперационных связей, совместной работы, 160 контактов. А еще в 2022-м Ульяновской областью получен рекордный урожай зерновых более 2 миллионов тонн. Создано более 27 тысяч рабочих мест. Это положительная динамика роста зарплат, строится газа и водопроводы, дороги. Сформирован пул мер поддержки участников СВО и членов их семей. Выступая в законодательном собрании, Алексей Русских подчеркнул особую поддержку со стороны депутатского корпуса всех начинаний и проектов. Без дрязг и политической возни законодатели-партийцы и беспартийные консолидировались для решения актуальных проблем региона. О важности такого шага и продуманные внутренние политики говорят и общественники. Мы живем в сложное время перед страной и перед регионом есть определенные вызовы, на которые отвечать нам предстоит всем вместе. И очень хорошо, что власти и общественники слышат друг друга. Запросы у общества есть на стабильность и очень хорошо, что эта стабильность в Ульяновском регионе есть. Работа по обустройству автомобильных дорог по профильному национальному проекту продолжается на 26 объектах. Пять ремонтируемых участков сданы по факту и документально. Выполняются ремонтные работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона. Нижний слой асфальтобетона составляет толщиной 4 сантиметра. Марка асфальтобетона А16НТ. Все виды работ выполняются согласно установленных сроков. Хочу отметить, что в общем по национальному проекту безопасной и качественной дороги в Ульяновской области будет отремонтировано более 122 километров автомобильных дорог. Мы охватим 49 объектов уличной дорожной сети нашего региона. В разгаре ямочный ремонт. Деньги на него выделены по федеральной программе содействия развитию автомобильных дорог. По плану в этом году приведут в надлежащее состояние более 10 километров дорог регионального значения. Все необходимые для этого материалы уже заготовлены на производственных площадках региона. Для города польза, подросткам карманные деньги, новые умения и знакомства. Занятость на каникулы детям обеспечивают множество организаций, но большинство трудоустроено в бюджетном центре Семберцит. В этом году у нас будут трудоустроены 2 614 несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 17 лет включительно. С 1 июня по 15 июня стартовала первая смена. Так их будет 6 смен. 76 отрядов сейчас у нас работают. Так их вообще 100 с лишним. Я занимался в детско-юношеском центре и там наш преподаватель он предложил нам. Я обратился и устроился. Нам сказали отодвигать листья. Не отодвигать, сгребать листья от забора куда-то в парк. То есть вот сюда. Попутно еще сгребай все остальные листья, чтобы парк выглядел ухоженнее. В среднем смена длится 4 часа. За 10 рабочих дней дети получают 4000 рублей. Лето-лето ты его ждешь, а вот оно наступает, а дело тебе по сути ты и нечего становится, тебе скучно, а тут и денег заработать можно, и делом заняться. Первое это то, что платит работодатель заработную плату, муниципалитет, если это трудоустраивается в бюджетный сектор экономики, и третье это материальная поддержка от государства, от центра занятий в виде выплаты материальной вот такого стимулирования. Она составляет 2250 рублей за полный отработанный месяц. Устроиться можно юношам и девушкам с 14 до 18 лет. Дарья Денисова совмещает работу с отпускными экзаменами в 11 классе. Да, я работаю второй год и так же, как и в том году, планирую работать все лето. Чтобы устроиться на работу, нужно создать резюме на сайте работы России. Зайти на него можно через портал госуслуги. Далее обращение в районный орган занятости населения, где специалист сориентирует вас по вакансиям и следующим шагам. Я очень активный человек, мне тяжело сидеть дома. Как только я увидела рекламу трудового отряда, я решила записаться. И, честно говоря, я ни разу не пожалела об этом решении. Для тех, кто постарше и ищет постоянную занятость, 23 июня состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства, где в очном и онлайн-форматах можно будет узнать о сотнях доступных вакансий, задать работодателям интересующие вопросы. Вячеслав Маложилов, Сергей Рябухин, репортер 73. Что вы думаете, когда я вас останавливаю? Когда вы торопились куда-то, превысили? Когда у вас ребенок в машине, а автокресло в багажнике? Или когда он не пристегнут, все равно уже вырос. Хочу оштрафовать или ищу повод? Я здесь не для этого. У нас с вами есть общее дело сохранить жизнь нашим детям. И без вас не получится. Казаньэкспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Варикозное расширение вен серьезная угроза здоровью. Внимание! До 30 июня в медицинском центре Консилиум консультация сосудистого хирурга и УЗИ вен нижних конечностей вместо 1 800 1 000 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр Консилиум. По данным сайта Гесметио 5 июня в Ульяновске облачно без осадков. Температура воздуха по области ночью плюс 11, плюс 15 градусов, днем плюс 19, плюс 23. В городе температура воздуха ночью от 12 до 14, градусов со знаком плюс, днем плюс 20, плюс 22. Ветер северо-восточной 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Вы смотрите «Утро с репортером». Мы продолжаем. В студии для вас работает Алена Никитова. Владимир Гаврилов. Итак, делегация Ульяновской области представит регион на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2023». Интенсив пройдет в Новосибирске с 28 июля по 7 августа этого года. В мероприятии направлено на реализацию поручения президента Владимира Путина в части подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Участники интенсива в том числе будут разрабатывать новые решения для повышения качества жизни россиян. В программе мероприятия более ста технологических, спортивных, военно-тактических соревнований. По итогам проведения интенсива определяют виды состязаний для последующего включения их в перечень ежегодных национальных соревнований по беспилотным авиационным системам и формирования системы национальных соревнований. Ожидаемое количество участников образовательного интенсива около полутора тысяч человек из всех регионов России. Из фондов Государственного исторического музея в Ульяновск выставка «От возрождения до модерна» представит вниманию горожан бесценную коллекцию выдающихся памятников декоративно-прикладного искусства Западной Европы. Жителям города предлагают побольше узнать о вкусах высших слоев российского общества, сквозь минувшие эпохи проследить путь развития художественных стилей и своими глазами увидеть утонченное искусство златокузнецов и серебряников Германии, Франции и Англии. Четыре зала и 87 уникальных экспонатов, впечатляющих искусством исполнения шедевров ювелирного мастерства. Столовая посуда из серебра и предметы домашней утвари, изготовленные западноевропейскими ювелирами в период с XVI по XX век. Каждый из разделов выставки посвящен отдельному периоду. Богато декорированные орнаментами и чеканными изображениями сервизы, кубки и чаши, когда-то подчеркивающие высокий статус своих владельцев, теперь расскажут ульяновцам историю развития художественных стилей европейского искусства от возрождения до модерна. Посетитель может не только воочию увидеть уникальные предметы, выполненные из серебра, покрытые позолотой, но и узнать, что такое ампир, как выглядит барокко в серебре, чем модерн отличается, например, от стиля рококо. Все предметы очень декоративные, все очень разные, каждый обладает своей уникальной историей. Эта выставка – результат партнерства Ульяновского музея-заповедника и Московского государственного музея, обладателя самой обширной коллекции изделий из драгоценных металлов в России. Масштаб фондов действительно впечатляет. Привезенные в Ульяновск экспонаты составляют 3% от коллекции западноевропейского серебра ГИМ и всего 0,3% от общего собрания материалов. Музей с неисчерпаемыми коллекциями. Музей невероятно щедрый, который делится со всей страной своими сокровищами. Не только произведениями искусства, не только политиками истории и культуры, но и интеллектуальным своим богатством. Много лет назад, в конце 90-х, посещая отдел драгоценных металлов нашего музея, премьер-министр Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин, подойдя к заведующим отделом драгоценных металлов, пошутил. Он сказал, вы, наверное, самая богатая женщина Российской Федерации. Сложно поверить, но большая часть выставленной на обозрение роскоши в прошлом предметы сугубо утилитарные, действительно использовавшиеся в быту сильными мира сего, дворянством, богатыми купцами и даже императрицей Екатериной Второй. Наши купцы торговались с Европой, с Востоком. Наши дворяне постоянно ездили за границу, привозили оттуда многие-многие вещи. Так собирались вот эти коллекции, пускай не имеющие прямого отношения к России, но они имеют большое опосредованное отношение. У нас действительно уникальная коллекция драгоценных металлов и серебра, и золота, и драгоценных камней, но главное, это не просто россыпи благородных металлов или камней. Это прежде всего изделия выдающихся ювелиров разных времен и эпох. замечательный наракальный вещь. Букет плодов артишок и ручкой для миски. Любопытно другое, на оборотной стороне дна блюда миски есть пометка грдши и указан вес. Ну, грдши, видимо, это граф Дмитрий Шереметьев, это такой граф Дмитрий Шереметьев, это сын Николай Петрович Шереметьева и Прасковья Ковалева Жемчукова. Видимо, при нем была проведена своего рода инвентаризация фамильного серебра, потому что предмет был создан в 1739-1940 году, видимо, куплен кем-то из его предков для обихода и уже при графе Дмитрия Шереметьева провели такую основательную инвентаризацию, что входило в состав семейного серебра, было помечено, взвешено, чтобы следить дальше за здравоохранностью. Центральный экспонат выставки плодоминаж, не просто украшение стола, а предмет для сервировки, используемый во время дворцовых застолий. Уникальность в том, что все 40 предметов представить в один момент в одной витрине невозможно. Предметы имеют несколько модификаций. Несколько модификаций сборки. Для того, чтобы фигурировать тот или иной момент трапезы. Основой служит большая глубокая ваза, в которой могло быть поднят какую-то кушь. Сверху крышка, она же поднос, на который тоже можно положить какую-то еду или, например, просто подать к столу. Разобраться в предназначении предметов и глубже проникнуть в их историю посетителям поможет аудиогид. Выставка будет работать со 2 июня по 13 августа в музее Метеорологическая станция Симпирска. Володя, вот скажи, как ты думаешь, какая одежда более универсальная, удобная и подходит почти всем? Мне кажется, это спортивный трико. Трико? Ну, это по мне. Твоя любимая одежда. Ну, в общем, да, они удобные, они легкие, они, в принципе, выглядят неплохо, но все-таки для, наверное, такого широкого потребителя, наверное, это будут джинсы. Так, хорошо, джинсы. А ты знал, что 20 мая, ровно 150 лет назад, Ливай Страус и Джейкоб Дэвис получили патент, который касался металлических заклепок на карманах. Ну, мы джинсом подводим, конечно. И хотя брюки из денима использовались в качестве рабочей одежды, и до этого именно благодаря заклепкам впервые появилось то, что мы сейчас называем джинсами. Ну, честно, не знал, но за это время чего только с джинсами не делали. Раскрашивали, рвали, резали, прикалывали булавки, приклеивали стразы, терли пемзой и кирпичом и даже варили. Ого-го, сегодня, кстати, штаны из прочной синей ткани есть в шкафу почти у каждого из нас. Они давно перестали быть хозяйственной одеждой, в которой стыдно появиться на улице и переключились, так сказать, перекочевали в гардероб европейских монархов и модных коллекций легендарных кутерье. Джинсы прошли огромный путь от одежды золотоискателей до одной из самых популярных вещей в любом гардеробе. Самое время передать слово нашему эксперту из рубрики «Стиль». Меня зовут Арбина Павлова. Я преподаватель специсциплины Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна. Сегодня я хочу рассказать вам, как можно подогнуть низ джинс, оставляя строчку за ватской. То есть, очень часто, когда мы покупаем джинсы, у нас выходит, что они очень длинные. Но всем хочется оставить вот этот шов, который непосредственно выполним на заводе, на фабрике. Для того, чтобы подогнуть низ джинс и сохранив строчку за ватскую фабричную, мы подгибаем низ на лицевую сторону. Одинаково стараемся. и прокладываем машинную строчку ровно вдоль среза подгибки джинс. Где у нас идет? Вот здесь мы должны приложить машинную строчку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как мы с вами выполнили шов стачивания на машинке, мы с вами должны выполнить ВТО наших джинс. То есть, мы должны этот шов стачивания, который мы стачали, отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить утюгом. За счет этого наш шов, который фабричный, он остается целый, но джинсы уже у нас той длины, которой непосредственно нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы выполнили подгибку НИЗА ДжИНС. С вами была Альбина Павлова, преподаватель специсциплины, ульяновского техникума, отраслевых технологий и дизайна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрите Утро с репортером и пришла пора познакомить вас с гостем. Сегодня у нас очень интересный человек, но не будем откладывать. Итак, у нас в гостях Дарья Игоревна Глухова, советник по правовому просвещению педагогических работников. Дарья Игоревна, доброе утро. Доброе утро. Такая серьезная должность, но для начала хочется спросить, как вы начинаете свое утро, как заряжаетесь энергией на целый день? С чашки кофе. Ага. И все? Да. Такой простой... Вот так просто, да. Ну, это же хорошо. Этого достаточно. Чем проще, тем лучше. Но тогда перейдем, собственно, к, ну, наверное, серьезному, потому что правовое просвещение педагогических работников. Откуда вдруг взялась потребность в советниках? И чем вы, собственно, занимаетесь? Это была инициатива губернатора вести такую должность. Сейчас год педагога и наставника. Все меры направлены на повышение педагогического престижа, повышение особого статуса учителей. И в связи с этим была инициатива губернатора ввести такую должность. Но это должность какая-то общая на область или в каждом учебном заведении? Нет, это общая должность на область. Мы будем заниматься просвещением педагогических работников всех на территории Ульянской области. Это и школы, и сады, и учреждения дополнительного образования, колледжи. И сколько вас? Одна. А как это все охватить? Мы планируем взаимодействовать с региональным отделением ассоциаций юристов, поэтому наладим взаимодействие. Я думаю, у нас все будет хорошо. Я просто думал, что ты из разряда советников по воспитанию, где там в каждой школе есть человек. Каждый закреплен. Нет. Не пугает объем работ? Пока нет. Ну, конечно, волнительно, но все-таки думаю, что справлюсь. А что вообще за формат? Как это проходит? Ну, у нас будет несколько основных направлений, которые мы планируем в ближайшее время осуществить. Это бесплатная горячая телефонная линия, будет письменная и устная консультация педагогических работников. В некоторых случаях придется представлять интересы в судах и иных органах. Это основные направления. Но пока горячей линии нет, да? Ну, в процессе. Это все в процессе, но уже учителя звонят. То есть первое обращение есть, я уже их взяла в работу. Первое обращение у нас было от учителя, которому занесли неправильный трудовой стаж. И, соответственно, он не может уйти на досрочную пенсию. Вот сейчас взяли это обращение в работу, будем выходить в суд с иском. То есть тут прям так, на самом деле, дела-то серьезные получаются. Да, да. В некоторых случаях, да. В простой консультации недостаточно. А вообще, ну, раз уже начали работать, с какими вопросами чаще обращаются? Чаще всего обращаются, ну, по трудовым. Молодые специалисты обращаются, потому что многие еще молодые специалисты, учителя учатся. Соответственно, они знают, как правильно взять оплачиваемый учебный отпуск. Еще звонят те, кто хотят уйти на пенсии, как им правильно уйти, какие выплаты им положены. То есть не все учителя знают о своих трудовых правах, льготах, выплатах. Ну, то есть это больше все-таки касается вся работа именно таких трудовых отношений? Да, профессиональной деятельности. То есть нет такого, что вот я педагог, но у меня вот проблемы на стороне юридического характера. Ну-ка, сейчас я попробую через вас их порешать. Нет, нет. Такого нет. как думаете, будут такие? Ну, все равно, ну, наверняка же где-то как-то будет проскользаться. Время покажет, пока все учителя звонят исключительно со своим проблемам, связанной с их профессиональной деятельностью. То есть, в принципе, востребованная, да, такая ситуация? Они и до введения должности звонили, но когда уже губернатор озвучил, учителя обрадовались этому, звонили. Вот первый учитель лично пришел, он сказал, что он увидел эту новость в интернете и решил обратиться, потому что ему не зачли в стаж очень большой период времени. У него общий стаж 30 лет, а в льготный ему педагогический зачли только два года. Ух ты! как-то получилось-то. Я просто даже представить не могу. Ну, вот, да. 30 против 2. Да. Ладно бы там, наоборот, там, два года не досчитали, а тут сразу 8... Нет, сколько? 28? 28. Такие случаи бывают. Но это же решаемый вопрос. Ну, я думаю, что мы постараемся выйти в суд и этот вопрос как урегулировать. Скажите, а вот фактически это же юридическая помощь? Да. А чем отличается просто юридическая помощь конкретно от вашей деятельности? Ну, во-первых, у нас идет помощь только касаемо их профессиональной деятельности. Соответственно, когда у педагога возникает какой-то вопрос или проблема в учреждении, в котором он работает, он в первую очередь всегда звонит в министерство. Соответственно, нам проще будет знать о проблемах, которые от часто возникающих вопросов в школах, о проблемах учителей. Недавно было совещание с советниками, учителями, которые тоже озвучивали свои вопросы, которые они не могут на протяжении долгого времени решить. И поэтому вот эта должность нужна именно для того, чтобы помочь учителю чувствовать себя хорошо на работе. У вас более углубленные знания конкретно в этом вопросе. Все, понятно. А это исключительно ульяновская фишка или, в принципе, по России эта тема тоже известна и применяема. Нет, это исключительно ульяновская фишка. О, как! Так, значит, есть в планах, так сказать, транслировать опыт на соседние регионы? Ну, время покажет. А с чего оно возникло вот только в Ульяновске? С этой инициативой выступил губернатор. Чтобы такая должность принять? Да. То есть было большое количество обращений? Да, да, да. Возможно. Потому что в последнее время сейчас ведется активная работа по повышению престижа учителей, по привлечению молодых специалистов. И, возможно, в связи с этим. Но тут все-таки вот называется по правовому просвещению. То есть, в принципе, так-то педагоги должны, грубо говоря, ну, раз просвещаться в этой теме. То есть они как-то, кто уже обращался, может быть, уже сами могут в качестве наставников по некоторым вопросам выступать в своих коллективах? Нет. У нас будет ряд мероприятий, которые будут направлены на правовое просвещение. То есть это будут выезды в муниципальные образования. Будем в онлайн-формате общаться. Или через социальные сети. Так. Ну и вообще есть какой-то, я не знаю, как это, план, который надо выполнить. Нет, плана нет. С обращениями, которые поступают, мы будем работать в штатном режиме, но есть несколько проектов, которые хотим реализовать. В ближайшее время это внести изменения в региональное законодательство в части получения бесплатной юридической помощи учителям и заключение соглашения с региональным отделением, с ассоциацией юристов. Вот хотим с ними взаимодействовать. А они сами не против? Не против. То есть, ну, тоже практика нужна любая. Да. Это хорошо, когда интересы взяли и совпали, все готовы помогать учителям, и плюс еще, если этот вопрос востребован действительно, и это пойдет в помощь, ну, здорово. Тут тогда надо еще, я не знаю, экономическое просвещение педагогов тоже, ну, и так вот по всем сферам-то и пройтись. Ну, может быть. А в вочном, вот я, может быть, упустил, в вочном формате с учителями тоже будете работать? Да, конечно, лично будет, и личный прием будем организовать, и также выезжать. Ну, то есть, самые отдаленные районы тоже могут ждать личных визитов, как-то заготавливать вопросы? Конечно. А в каком формате будет проходить, ну, вот такие будут встречи с, да, встречи какие-то будут с педагогическими коллективами. Пока еще подробно вам не могу это сказать, но будем организовывать. Сколько уже, ну, так скажем, работает вот это, работает советник по правовому просвещению? Ну, это должность введена с мая, с 18-го. То есть буквально? еще недавно. С 18-го? Это еще месяца-то совсем нет? Да, нет. А уже посчитали, сколько за это время было обращений? После введения уже 4 обращения было. Это, ну, как много или мало? Потому что, ну, раньше, вот вы говорите, что обращались в министерство, и там уже через него, видимо, решали вопросы. То есть вот 4 за 18-го по 5-е. Ну, допустим, за 20 дней. Это много? Да, ну, я думаю, что нет. Это немного, учитывая, что 3 обращения достаточно было проконсультировать по телефону учителей, и уже они поняли, как им действовать дальше. Вот как это расценивать? Что у нас все хорошо? Или не очень? Нет, почему? Проблема была учителей, просто они не знали, как ее решить. Многие не знают, что их права, льготы закреплены еще во внутренней документации у образовательного учреждения. То есть какие-то выплаты, предусмотренные внутренним коллективным договором, например, или оплатой труда. Соответственно, они об этом не знают, и приходится запрашивать эту документацию, изучать, и, соответственно, им говорить, что они могут претендовать при увольнении или в других каких-то случаях, или нет. Соответственно, сам педагог даже об этом иногда и не задумывается. Такая ситуация может произойти, что педагог вот звонил, хотел уволиться, но не знал, что он получит при увольнении. А в коллективном договоре прописано, что при увольнении он еще получит дополнительную выплату. То есть это они уже установили своим внутренним документом. Соответственно, пришлось разъяснить, изучить эту документацию и объяснить ей, что она на это имеет право. А в самой школе не говорят? Такие, нет, ага, сейчас мы ничего им не скажем. Не могу вам сказать, при каких обстоятельствах это происходило. Скажите, а если вернуться вот прям в начало, такая новая должность, должность ответственная из-за того, что она только вот у нас, грубо говоря, в городе, в регионе, почему именно ваша кандидатура возникла? Ну как вы думаете? Потому что меня пригласили. То есть вас пригласили? Да. Мне предложили, и я согласилась, понимая всю ответственность, понимая всю важность этой работы. Но там не планируете обзаводиться каким-то штатом? Да, да, да. Или это пока не предусмотрено? Нет, в планах нет, введение каких-то дополнительных должностных единиц не планируется. То есть для одного человека это вполне посильная работа. Мне кажется, нет. Мы же планируем взаимодействовать с юристами. Ну да, там же это все поймут, а потом уже, когда все узнают, будет прям на слуху эту должность, я думаю, некоторые просто, я сейчас позвоню советнику, если ты говоришь, а, нет, мы тут забыли, действительно, вот так должно быть. Может быть, и так, не знаю. А вообще у вас юридическое образование? Да. Я в 17-м году закончила бакалавриат и в 20-м закончила магистратуру. Ну как-то по трудовым отношениям или специализация там же есть? У меня вообще уголовная специализация. А, у меня тут вообще, короче, не проскочит ничто мимо. Ничто, ничто. А вот если и говорить как раз об этом, вроде уголовная, тут совсем не пахнет этим делом. Ну, вообще, да. Наверное, при выборе специализации был такой юношеский максимализм. Хотелось бороться за справедливость, но уже потом по мере взросления поняла, что не буду связывать себя с правоохранительными органами. Ну и в любом случае, как бы у вас все равно так и получается борьба за справедливость. Да, но не в правоохранительных органах. Ну, где-то, может быть, посложнее, а где-то, может быть, даже попроще. в этой сфере работать? Как думаете? Я думаю, что психологически это проще. Ну, с учителями, с интеллигенцией, с такими добрыми, которые несут в мир добро, которые воспитывают наших детей, конечно, с ними проще работать и интереснее. От них очень многому можно поучиться. Ну, и, соответственно, взять их и защитить. Да. Потому что, ну, учитель, когда у него горят глаза, наверное, когда он действительно, как вы говорите, такой, все силы бросает на воспитание детей, как-то вот остальные вопросы все отходят на второй план. Да. Ему этим и некогда заниматься. И тут вы придете на помощь. Да. Ну что ж, спасибо большое за интересную беседу. Будем следить теперь. Спасибо вам. За вашей деятельностью. Пожелаю удачи. Спасибо. Не знаю, интересных дел. Дел. Да. Ну что ж, а телезрителям напомню, что у нас сегодня в гостях была советник по правовому просвещению педагогических работников Дарья Игоревна Глухова. Вы смотрите «Утро» с репортером. Мы продолжаем. На шашлыки, конечно, готовы. Но мы не готовы. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Парируй. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Маринад для шашлыка жарим мясо за 99 рублей. Казань-Экспресс. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар повредителем. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Два часа утреннего эфира позади. А день только набирает обороты. Добавим в него порцию праздников. Напомню, что 5 июня сегодня на календаре. Всемирный день охраны окружающей среды. День образования российской полиции. День эколога. День государственной службы карантина растений. А еще сегодня праздник солнечных зайчиков и день резиновой уточки в ванной. Ну, солнечные зайчики будет попроще отметить. Чем резиновую уточку в ванной? Ну, с уточками не задалось пока. А с зайчиками попроще вот. Нашу студию каждый день вне зависимости от праздника украшают цветочные композиции от партнера программы сети цветочных салонов Нимфа 73. Программы нашего телеканала вы можете посмотреть на сайте www.reporter73.tv Своими историями и предложениями с нами можно поделиться по номеру телефона утренней редакции 30 50 73. На этом будем прощаться. Для вас сегодня работала Алена Никитова и Владимир Гаврилов. Хорошего вам дня. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова